Привет, друзья! Меня зовут Евгений Денисов, вы снова на канале ОМЗАП, и сегодня у нас будет очень интересный сюжет, потому что к нам приехал очень необычный автомобиль. Автомобиль-то обычный, только двигатель у него особый. К нам приехал из Ростова Соренто. Соренто с двигателем от Волги. Это чудо-чудное ждет нас сейчас на первом этаже в ЦИХО, поэтому пойдемте скорее посмотрим, какие рукоблуды водятся на земле русской. По вашему вниманию представляем редчайший образец постсоветского автопрома. Двигатель ГАЗ-406-06, модификация АГАТ АК-4762. Этот двигатель верхневальный, оборудован двумя фазовращателями, и на сегодняшний день таких двигателей на дорогах страны всего один. И он у вас перед глазами. Этот мотор был установлен на Киа Соренто, который приехал к нам из Ростова. Наш клиент из Москвы, но прямо на трассе в районе Ростова у него отхлебнул двигатель, и потребовался срочный ремонт. Пришлось сделать его прямо в Ростове. Разумеется, все это лишь шутка. Просто начало этого видео мы записываем уже после того, как полностью разобрались с этим мотором, и уже знаем промежуточный результат дефектовки. Я уверяю вас, эта история вам зайдет. Ну а так, это обычный G4KE, который доехал от Ростова до Москвы своим ходом и приехал сам к нам в сервис. Мы его тут немного подразобрали. Так, задрало бугель распредвала, задрало сам распредвал. Сейчас будем смотреть дальше, но уже сейчас можно сказать, что такое оставлять нельзя, и придется голову менять целиком в сборе. Почему? Почему менять? Потому что бугеля идут в сборе с головой, и все это, соответственно, одна деталь. Почему замена? Ну, потому что если пытаться ремонтировать, то родных вкладышей мы точно не найдем. Ладно, окей, разбираем дальше. Так, мы плавно добрались до коленвала. Хотели более? Получайте. В России много отважных автомехаников, но лишь малая их часть понимает, что именно они творят. Но самое интересное здесь то, что вкладыш тут от Волги. Посмотрите, какой он здоровенный. Чудесный ремонт. Браво. Что тут сделали? Проточили колено под определенный размер, взяли вкладыш, который больше всего подходил, проточили и прошлифовали вкладыш под размер шейки. Вот только авторы этого газмяса не знали одного. Корейский металл расточке не поддается. И при первом же нагреве все это дело опять начало давать стружку. Причем я совсем не исключаю того факта, что человек, который точил колено, просто на микрон ошибся и все. Вот почему мы всегда рекомендуем при износе чего-либо и струщиваяся менять деталь. Потому что детали после ремонта, такого ремонта, не ходят. Человек приехал в Москву после капиталки ростовской и понял, доехал до Москвы и понял, что что-то пошло не так. Двигатель как будто бы стала подклинивать, давать нагрузку и слабо ехать. Повторяю, приехал он своим ходом. Работал двигатель довольно-таки тихо, но внутри тут вообще полный финиш. Кстати, друзья, угадайте слово, которое полностью описывает произошедшее с этим двигателем. Крах всех надежд, шесть букв, вторая И. Правильный ответ фиаско, но ход ваших мыслей мне определенно нравится. Так, ну а здесь у нас синий шатун. Наверное, здесь все еще хуже. Нет, на самом деле вкладыш более-менее живой. А знаете, чего он черный-то такой? Потому что до прошлого ремонта именно на нем провернуло шейку. Вкладыш провернуло вот тут. Все остальные светлые, этот черный. Посмотрим, как дела с корнем и попробуем понадеяться, что хотя бы там все более-менее хорошо. Ёбушки-воробушки. Какой крутой тюнинг. Я предлагаю организовать премию «Золотое сверло». Почему золотое? Ну, потому что все эти ремонты попахивают цыганщиной. А почему сверло? Потому что нехрен дыры в моторах так остервенело сверлить. Что нам только не приходило. Одни поршни оголтело сверлят, вторые вкладыши перфорируют. Еще немного какой-нибудь кулибин возьмется сверлить плиту. Ну а что? И под это можно найти обоснование. Ну, при желании можно. Напишите в комментариях, зачем эти отверстия. Вот тот, кто сверлил, точно до конца не понимал. Смотрите, кто-то старался, пыхтел, замочки даже сделали. Но есть же заводские решения. Ростовчанин, не делай так больше. Хотели сэкономить, судя по всему, клиенту деньги и заработать сами. Ну окей, последнее у вас, ребят, получилось. Но вот клиента вы подставили под еще больший ремонт. Этот ремонт будет одним из самых дорогих у нас. В конце посчитаем и скажем, во сколько примерно это все обойдется. Но вот я седалищным нервом чувствую, что это будет очень дорого. Вы посмотрите. Вкладыши даже вставляться в штатное место не хотят. Ему помогать надо. А тут у нас что? Ну тоже все подрано. Все подрано и в ужасном состоянии. Так, ну а это колено? Это колено можно снять и выбросить. Ему конец. Так, ну посмотрите. Тут должна была быть проточка. А вот это вот все они сами насверлили. Вот это мастера. Вот это руки золотые. Ненаглядное пособие о том, как угробить мотор. Кстати, смотрите. Это Sorento XM. Тут стоят масляные форсунки заводские. Вот смотрите. Есть ли в них толк, помогают ли они от задиров? Расскажем и покажем наглядно в конце видео, когда до этого дойдем. И перевернем двигатель. Ну, на вид так-то шейки вроде нормальные. Кольца тоже убитые. На вид шейки нормальные. Просто есть вероятность того, что поверхность осаживали. И если это так, то блоку хана. А что такое осаживать, сейчас расскажу. Короче, когда проворачивает коренную шейку, чтобы по-быстрому отремонтировать мотор и скинуть, продать машину, токарь протачивает все шейки и поверхности и протачивает их в один размер. С бугелями делают то же самое. А потом большой фрезой точат ось. После этого размер вкладыша не совпадает. Смещается линия коленвала и поршень начинает уходить выше. И вполне себе может упереться в голову или клапан. Ну, короче, так себе вариант ремонта. Так, ну что. Переворачиваем двигатель. Сейчас будем доставать поршни. И посмотрим, в каком они состоянии. В каком состоянии цилиндры. И насколько нам помогают форсунки избегать задиров. Так, ну чего. Первый нормальный. Да, есть следы износа. Окей, второй. Даже чуть-чуть получше. Третий, в принципе, тоже неплохой. И четвертый. Ну, четвертый тоже, тоже жив. Но нам интересно, что там в цилиндрах. Так, ну чего, смотрим. Во всех цилиндрах все равно есть задиры. И казалось бы, и стенка, и поршень смазываются лучше. И охлаждение вроде бы несколько лучше. И поршень чище с форсунками. Но если сам поршень полная фиаско, то тут ты хоть из адамантия голову делай. Хоть из вибраниума, хоть фиксиков внутрь запускай. В попытке хоть как-то спасти двигатель. Но если ему суждено сгинуть, он сгинет. Вот. А с помощью таких рукоблудов, которые вот так ремонтируют и капиталят моторы, он сгинет мгновенно. Я, кстати, не уточнил, из какого именно Ростова приехал мотор. Из Ростова-на-Дону или из того, который в Ярославской области. Вот. Если из последнего, то это почти 200 километров пробега после капиталки. Ну, а если из Ростова-на-Дону, тогда машина прошла целых 1100. И это прям подвиг. Вот такие вот классные капиталки делают на просторах нашей родины. Так, ну что, друзья. Будем ждать решения владельца относительно того, что дальше делать с этим двигателем. Вот. А сейчас где-то тут или тут у вас появится приблизительная смета вот этой вот жести, которую мы вам сейчас только что показали. Вы постоянно просите, дайте цену, дайте цену, пожалуйста. Вот примерно столько будет стоить вот эта дикая рукоблудия. Ну, а я, как всегда, с вами прощаюсь. Не забываем ставить лайки, подписываться и ставить колокольчик. Потому что я хочу, чтобы самый лучший контент вы получали первыми. Субтитры сделал DimaTorzok